Омские производители молочной продукции обманывали своих покупателей, скрывали пальмовое масло в своих товарах. Россельхознадзор с начала года выявил 19 продуктов, в которых было превышено содержание растительных жиров, а в составе были указаны другие натуральные компоненты. Получается, верить тому, что написано на этикетке, нельзя. Алена Бензик узнала, как в домашних условиях проверить, есть ли в продукте пальмовое масло. Проверить, есть ли в продуктах пальмовое масло, в домашних условиях непросто. Поэтому на помощь я себе взяла необычного эксперта. У профессора Грузуна не очень хорошее зрение, зато обоняние в несколько раз лучше человеческого. А главное, лабораторный сотрудник наш не будет предвзят к бренду, а значит, без труда сможет определить, натуральный ли это сыр. Держи. Но если сыром такой псевдоопыт можно провернуть, то как быть с другими продуктами, в которые часто добавляют растительные жиры? Такими, как сливочное, масло, мороженое, творог, йогурт, сгущенное молоко и даже печенье. Здесь указан наш состав на продукте. Ну да, это очень удобно. Посмотрю на дату реализации. А там есть или нету? Оно везде есть. А никак не определишь. Вкусно и вкусно. Вот вы как определите? Вот вы тоже не определите, правильно? Вот определите как. Сначала смотрим на этикетку. В описании должно быть, по какому госту изготовлен продукт и какого качества сырье. А вот уменьшительно-ласкательное название – сметанка, сырок, сгущеночка – намекают, что перед вами не натуральный продукт. Длительный срок хранения и цена ниже рыночной – тоже тревожный сигнал. Но даже если с виду все в порядке, успокаиваться рано. Вот российский сыр, судя по упаковке полностью из натуральных продуктов, от которого мышь воротила нос, вызвал сомнения и у эксперта. Технолог Марина Калинина говорит, сыр, в котором есть пальмовое масло, липнет к ножу. Мы разрежем тонкий пластик сыра. А клейкости и такой резиности, если можно судить по разрезу, да? То есть вот мы гнем его. Вот вы видите, далеко не 90 градусов. Так может вести себя пластилин, но не сыр. Он должен, да, все-таки быть не настолько пластичным, он должен все-таки где-то надламываться, ну, то есть не настолько, да. Потому что даже когда мы сыр получаем, да, у нас сырное зерно, оно вот хрупкое, да, уже можно снеговиков лепить. Да, 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 я тоже подумала, что можно что-нибудь даже слепить. Да, вот-вот пластилин, практически как пластилин, да. Пачку сливочного масла достаточно просто открыть, чтобы понять, в составе есть пальмовое масло. На упаковке оставаться масло не должно. А у нас уже остается. Вот сейчас я вижу, да, ну мы температуру его не знаем, ну, вы же сказали, да. Мы из морозилки привезли к вам. Ну, в общем-то, я ощущаю, да, что оно холодное, то есть оно из холодильника, да. То есть вот при температуре от минус 5 до плюс 4 на упаковке масло без растительных жиров не остается. Вот, а растительные жиры, они более мягкие, более пластичные, как я уже говорила, да, они прилипать будут к упаковке. Что и в данный момент происходит. Да, мы видим это, да. Температура плавления пальмового масла выше натурального сливочного. Такой продукт не растворяется даже в кипятке. Не растворяется все-таки оно настолько быстро, да. Должен быстрее по-хорошему, да. Да, и прозрачные капли, они все-таки мутные, да, должно быстрее, да. Хотя у нас достаточно горячая вода. Как не горячая. Наверное, все-таки только закипел чайник. Ну вот, ну долго, да, надо ждать все-таки. И все же единственный гарантированный способ – лабораторные исследования. Специалисты Россельхознадзора с начала года изучили уже 120 образцов омской молочной продукции. 19 проб забраковано. Теперь недобросовестных производителей ждут многочисленные проверки. Эта процедура называется усиленный лабораторный контроль. Вот, то есть, если мы где-то в любом месте что-то выявили, мы привлекаем их к ответственности раз. Второе – эта партия снимается с контроля. Третье – естественно, значит, они вырабатывают комплекс мер по недопущению впредь подобного. И четвертое – в течение трех месяцев на предприятии отбираются пробы данного вида пищевой продукции исключительно на те вот проблемные показатели, которые высветились. Но сама забракованная партия остается в магазинах. Всю ее не изымают, какой бы большой она ни была. Да и гарантий, что за три месяца предприятие исправится, тоже никаких. Ведь растительные жиры намного дешевле натуральных. Алена Бензик, Александр Ребуха, Сергей Степанишин. Омск.Здесь.